Приветствую вас, ввиду отсутствия информации по вашему вопросу более-менее качественной, более-менее адекватной, ввиду отсутствия полноты материала для анализа, я хотел бы ответить вам на вопрос на ваш пак, как можно ответить, скажем так, в наиболее распространенной форме, да. Давайте сперва проанализируем те факты, которые есть. То есть, факт первый. Рождение ребенка. Рождение ребенка это очень важное событие в жизни родителей. И потому, очень, очень важно, как вы, как именно вы, значит, отнеслись к его появлению. К появлению ребенка, я имею ввиду. Разприняли ли вы это, как что-то позитивное, хорошее, или нет? Как, короче говоря, отнесся к рождению ребенка весь ваш союз? Это первое. Второе. Второе. Ваши отношения до рождения ребенка. Какими они были? Что в них было? Какую роль играли вы в отношениях? Кем вы были в отношениях? Какую роль играл мужчина в отношениях? Кем он был? Ну, опять же. Для вас, например. Да? Вот. Какие у вас были в целом отношения. И что они из себя представляли? Эти отношения. Тоже очень важно. Далее. Следующий аспект. Вот. На секундочку. Просто на секундочку. Вспомните. Какой были вы, когда, например, выходили замуж за мужчину? Да? Вот. И какой вы стали сейчас? Я уверен. Я более чем уверен. Что разница есть. И она большая. Обычно. 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 После того, как... Рождается ребенок. Женщина больше внимания Уделяет именно Ему. Ребенку. Она больше внимания уделяет именно Тому, что происходит с ним. С ребенком. Вот. И мужчина Как правило Остается в некоторой степени Без женского внимания Без женской ласки Без женского тепла Конечно Нужно Вы можете сказать, что Вы все это... То я все это ему даю. И Отчасти Отчасти Будете правы. Только Нужно Смотреть Что Изменилось Вашем Поведении По Отношению К Мужу Что Поменялось Что стало другим Как Поменялись Вы А вы поменялись Вы поменялись Я более чем уверен Вы Не могли Не поменяться Вот Это все Это все И Нужно Как раз таки Анализировать Для Того Чтобы Вы Лучше Понимали Происходящее Ну По сути По сути По сути Дел По сути Дел Ам Как это видится Мне Сейчас Сейчас Вы Просто Напросто Забили Каково это Быть Женщиной То есть Находясь С ребенком Став Матерью Вы Забили Каково это Быть Женщиной Я полагаю Что Основная Проблема В этом Ну Именно У вас Именно У вас И это В первую очередь Чувствует Конечно Именно Мужчина В первую очередь Чувствует Так Или иначе По другому Быть Ну Не может Никак К сожалению Поэтому Обратите Пожалуйста На это внимание Обратите Пожалуйста На это Самое Пристальное Внимание Потому что Это важно То что Мужчина Перестал Обращать На вас Перестал Замечать Постарайтесь вспомнить, какой вы были, постарайтесь вспомнить, что поменялось в вас, и почему это поменялось в вас, постарайтесь обязательно это всё вспомнить и тогда я полагаю, ситуация наладится. Есть, конечно, и другие более, скажем так, или лучше сказать, менее очевидные причины для того, почему мужчина вот, значит, стал вести себя по-другому. Сразу хотелось бы сказать, сразу хотелось бы сказать, что я ни в коем случае не настаиваю на истинности своего предположения. Скажу только лишь, скажу только лишь, что, на мой взгляд, это вполне возможно. Уверен ли я в этом? Нет, нет, не уверен. И уверен быть не могу. Есть вероятность того, что мужчина вас изначально воспринимал как-то не так, как вам бы этого, ну, например, хотелось бы. Есть вероятность того, что мужчина изначально воспринимал вас совсем иначе, совсем по-другому. То есть вы думали, что вы для него одна, а в действительности на самом деле вы для него совсем оказались другой. Опять же, я, конечно, не знаю, может быть, я ошибаюсь в этом. Но есть основания полагать, что мужчина хотел от вас, например, ребёнка, и ребёнка в общем и целом он от вас получил. А больше ему, ну, как бы ничего и не нужно. Неприятно? Да. Страшно? Да. Вопрос в том, что вы будете с этим дальше делать. И будете ли, то есть, будет ли эта ситуация вас ломать? или всё-таки вы сделаете какие-то выводы, предпримите какие-то действия и, значит, ситуацию повернёте, значит, как-то под себя, ну, как-то вот себе на пользу её обернёте. Вот. Этого я, конечно, уже знать не могу. Тут, тут, тут решать нужно. А, тут решаете ситуацию здесь исключить, исключительно вы. Вот. Мне, по крайней мере, так кажется и видится. я думаю, что в общем и целом это вполне справедливо. Вот. Ну, то, что это будет происходить именно так, а не как-то иначе. иначе. Подумайте, что интересует вашего мужа. Подумайте, что может понравиться вашему мужу. Подумайте, что его заводит, что ему интересно, что и вызывает у него живой, здоровый интерес. Подумайте, вы же знаете его. Вы знаете его, как ничто другой. Я полагаю, что сможете, при желании, конечно, найти те точки, которые смогут возобновить его хорошее отношение к вам. Обратите внимание на свою модель, на свою модель женского поведения. То есть, обратите внимание на то, как вы себя ведете именно как женщина. То есть, подумайте, быть может, вы забыли что-то, может быть, вы стали меньше времени уделять, например, себе, своему внешнему виду, своему поведению, как, ну, как, ага, как женщина, как женщина. Вот. Понимаете? Вот. Подумайте об этом. Я думаю, что здесь очень тоже важно, чтобы вы любили себя, значит, чтобы вы уважали себя, ценили себя. Да. И потому вопрос, который вы поднимаете, да? Вопрос, который вы поднимаете, зависит во многом и от вашей самооценки тоже. То есть, что вы о себе сейчас думаете? Как вы о себе сейчас думаете? Вот. Какого вы мнения о себе? Я думаю, что это очень и очень важно. Я думаю, что это принципиально важно, ибо если у вас есть определенные проблемы с самооценкой, то муж так или иначе, значит, использует это, ну, против вас. то есть он будет напоминать вам о том, что вы как-то вот плохо о себе думаете, и если вы действительно думаете о себе плохо, то извините, скажет он, а с какой стати я должен что-то делать для тебя? Да? В какой стати я должен выступать спасатель для тебя? Вот. Я полагаю, что это тоже принципиальный вопрос здесь. Итак, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...